Добрый день, всем привет в Киргизстан, всем привет в разные города Киргизстана, Бишкек, Ош, везде, я уже у вас побывал, поэтому всем привет. Меня зовут Радим, я директор образовательного центра Association, это крупная языковая школа при одном из ческих государственных университетов и у нас есть где-то 60 минут на то, чтобы я вам рассказал о выгодах, преимуществах образования у нас в стране. Еще добавляются люди, я их буду потихоньку присоединять и, если позволите, сразу запускаю презентацию. Так, надеюсь, что видно. Смотрите, в случае, что у вас будут вопросы, вы их, пожалуйста, пишите в чат, я в течение презентации на них отвечу или потом оставим на конец, в зависимости от того, чего эти вопросы будут касаться. Хорошо? Так, еще впустим, еще приходят люди, будут впускать постоянно. Так. Так. Тема моей презентации образование учоба в сердце Европы, Чехия находятся как и Киргизстан в средине континента, в Азии, мы в Европе. Учоба в Чехии очень интересная. В начале вам расскажу в общем о том, в чем я вижу перспективы учебы у нас в стране для иностранных студентов, потом вам расскажу о том, как выглядеть поступление в университете, к чему вы должны готовиться, но и потом, если будет время, вам расскажу, какие мы предлагаем вместе с нашими партнерами образовательные программы. Надеюсь, что все видно, что слышно. Коротко расскажу о нас. Еще раз меня зовут Радин. Я, директор образовательного центра в приятном из ческих государственных университетов. В принципе, если вы идете на учебу в Чехию, вы либо учите на английском языке. Это учеба платная. Образование на английском стартует 4-5 тысяч евро в год за каждый год обучения. Большинство студентов из Киргизстана к нам едет учиться ческий язык, потому что ческий язык похож на русский язык, где то с половины у нас похожий славарный запас. Если вы чуть-чуть патянете граматику в течение года на языковых курсах без проблем, вы учите с на уровень B2 и потом уже можете учиться в любом государственном университете безплатно. Я, директор одной большой крупной языковой школы при государственном университете, предлагаю учебу иностранных студентов как в Праге, в столице нашей страны, так и в других городах. Так, люди постоянно заходят. В общем, один из основных слайдов. Я вам не скажу о учебе в Канаде, в Индонезии, я не знаю, в России. Я вам скажу о учебе в Чехии, сюда мелочи. Всегда говорю, мне 43, я поступал 25 лет назад. 25 лет назад я бы вам несоветовал учиться у нас в стране, тогда было сложно поступить. Во-первых, было очень много студентов. Мы могли тогда падать только определенное количество заявок и тогда получилось, что, например, с класса моей государственной гимназии только 30% студентов поступило в университет а стальные пошли в возрасте 18 лет на работу. За 25 лет моя страна сильную продвинувалась в период. Если мы смотрим вообще на экономику страны, то мы на сегодняшний день на 25. месте по богатству, где то 70 лет назад мы были на 8. месте, потом нас конечно остановили в Лиане Советского Союза. Но если посмотрим на географию Европы, Чехия находится в самом сердце Германии, то есть с югу Австрии, на западе и на севере Германии, то очень сильно помогает уровне жизни Чехов. То есть за последних 20 лет страна очень сильно продвинувалась. Мы не только страна, туризма, пива, красоты, замков, мы страна технологии, промышленности и индустрии, плюс если смотрим на Прагу, Прага на сегодняшний день – пятый самый богатый город в Евросоюзе. То есть страна быстро растет, если смотрим на перспективу жизни дальнейшей в Чехии. В общем, почему Чехия предлагает бесплатное образование? Потому что нам не хватает специалистов и нам не хватает молодежи, которые знают русский язык. Почему? 30% нашей экономической связи связано с рынком Евросоюза, извините, с рынком бывшего Советского Союза. И нам не хватает люди, молодежи, которые у нас получают образование и которые знают русский язык. Поэтому Чехия приняла закон о безплатном образовании. То есть студенты, пожалуйста, вы выкручите микрофоны, если хотите задать вопрос, пишите в чат. Хорошо? То есть студенты могут легально во время учебы подработать, в Чехии вообще самая низкая безработница в мире, студенты приглашаются на работу во время учения, плюс студенты после учебы могут получать вид на жительство и остаться у нас. То есть вы не теряете киргизское гражданство и получаете еще один паспорт Европейского Союза. Если смотрим на поступление, то вам будет легче поступать в Чехию на бюджет, чем в России или в Киргизстане, потому что у нас большой demографический кризис. Значит, у нас меньше студентов, чем мест в университетах. Поэтому сложно не поступить в Чехию на бюджет, потому что свободные места после всех рамдов вступительных экзаменов все равно остаются. Диплом, который вы получаете, это диплом международного праздца. С этим дипломом можете работать по всему СНГ, у себя дома, можете потом работать по всему Евросоюзу. Дальше. Если учите в Чехии, то вы учите с давод в Чехии, в маленькой стране, которая на половину меньше, чем в Киргизстане, население Чехии 10 миллионов, в Праге 1,5 миллиона жителей Праги, плюс 200 тысяч иностранных студентов, жителей и так далее. Но вы учите с по европейских стандартах, вы можете путешествовать по всей Европе, подработать по всей Европе и потом с этим дипломом действительно можете строить карьеру в любом европейском государстве. Правда такая, что большинство студентов, больше, чем 80%, после получения диплома у нас остаются, работают и живут. Почему? Потому что у нас очень удобно. Климат мягкий, люди с похожей менталитетом, которые вы знаете, то есть мне таки твёрдые, как немцы или англичани, уровень жизни высокая. Мы оставили за нами по уровню жизни уже страны, как Испания или Италия, например, то есть хотя бы вся socialистическая страна экономически багатим сильную, но и мы очень дошевая страна. То есть, если, например, вы с ОШЕ виселаете ребенка на учебу в Бишкек, то вы за его жизненные затраты за платите где-то 80% затрат, которые ждет ребенка в Чехии. То есть у нас затраты очень низкие. Посмотрю, 12 человек уже написали, что то, чтобы я быстро посмотрел, к чему касаются вопросы. Смотрите, если хотите поступать на английском языке, вам нужен хороший английский язык. Если у вас нет английского языка, поступайте на чешском, это тогда будет бесплатно. Ага, я вижу, что Global Compass отвечает, поэтому я на вопросы, если что, потом отвечу в конце, а давайте идем дальше, потому что мы ограничены во время. Первое правило. Если вам тема Чехии интересна, обращайтесь, пожалуйста, на наших партнеров, на Global Compass, на Желис или на других менеджеров этой кампании, они вам все расскажут. Тут одно правило. Мы хотим студентов, которые хотят у нас учиться. Мы хотим студентов, которые просто давят халяву. И мы хотим студентов, которые достаточно заранее принимают решение. То есть мы принимаем заявки студентов, которые уже в девятом, в десятом. Если вы в одиннадцатом классе ничего не ждите и регистрируйтесь на визу, вам нужно подаваться на визу. Это достаточно серьезный процесс. Второй важный слайд это система образования в Чехии. Забывайте на то, как поступается у вас в Киргизстане. У нас поступается по-другому. Хорошо? То есть как у нас поступается? Во-первых, вы должны закончить среднюю школу в Киргизстане. В течение последнего конца обучения вы тогда уже подаете на честную студенческую визу, чтобы вы у нас оказались в сентябре. С тем, что ваш конечный экзамен, оценки, ваши хорошие или плохие оценки нам не важны. Нам важно, чтобы вы сюда приезжали и мели диплом о том, что вы закончили образование. У нас поступается как? Вы сдаете экзамен с чешского языка на уровень А2, Б1 или Б2. Вам нужно пройти, у нас есть 1000 специальностей, вы можете подать 1000 специальностей, 1000 специальностей, а обычно студенты падают 5 заявок. Три-четыре в элитной вузе, где есть определенный конкурс, то есть нужно сдавать вступительные экзамены и нужно быть лучше, чем другие. Ну а потом 1-2 заявки, как подстраховку в университете, средний, где вас набирают без экзаменов. Да, то есть, вы можете подать 1 заявку на журналистику, вторую на медицину, третью на биологию, все, что вы хотите попробовать, если туда поступаете, то вы потом учитесь в езде без плотно, много наших студентов, учитесь в 2-3 университетах одновременно, извините. Да, то есть, большая flexibilность пада, чьи заявок, при этом есть 4 раунда вступительных экзаменов. Если не поступите во время 1-го раунда, можете преподаваться на вторую, на третью, на четвертую раунду. И после 4 раунда вступительных экзаменов все равно еще остаются в свободные места в университетах. Государство, смотрите, государство, интересно вам предлагать образование без плотно, потому что государство это тоже вегонно. Студенты, которые учитесь у нас без плотно, они, понятно, питаются и живут за свой шот, то есть, это деньги для государства, для кампании, так далее. И вторая вещь, большинство студентов у нас остаются работать, если у нас живете, большинство денег тратите у нас в стране, поэтому это вегонно предлагать иностранцовому учебу. В Чехии две правила. Без плотно образование до 26 лет, то есть, ваши дети могут в Чехии учитесь до 26 лет, получать много специальностей, им интересно, потому что они во время того, когда уже заканчивают учебу, точно где-то работают. А второе правило, в случае, что вам больше 26 лет, все равно ваш первый диплом на территории нашей страны будет бесплатный. По поводу университетов, в Чехии живут 10 миллионов человек, если мы посмотрим на маленькую карту нашей страны, которую я тут подготовил, надеюсь, что вы видите. Это Ческая республика. На запад это Германия. На юг, Австрия, на север Германия, на северо-васток, Польша, потом идет Славакия. В средине Чехии это Прага. Прага, пятый самый богатый город Евросоюза, я уже вам говорю, это международный город, там очень много международных денег, это такой маленький Лондон. Уровень жизни на высоком уровне в Праге полтора миллиона человек живет и понятное, что самые крутые вузы прямо в Праге. Потом у нас еще есть 10 других региональных городов, где живет больше 100 тысяч человек и там везде находятся хорошие государственные университеты. В этих вузах учится около 10 тысяч студентов. То есть понятное, что первые за яхты все вы будете падать в Прагу а потом, если вдруг не получится, вы будете переподаваться в другие региональные города. Это наш университет, университет называется университет Пуркине. Вам ничего это не говорить, только если вы были врачи, потому что все врачи мира знают фамилию Пуркине. Это был известный врач и физиолог, который открыл клетку 200 лет назад. Университет очень модерный. Если что, Global Compass вам потом может скинуть более подробную информацию, ссылки на видео и так дальше. Расскажу о основных специальностях. Когда студенты к нам едут, родители спрашивают на презентациях, а какие самые востребованные специальности. Мы так друг к другу не говорим, потому что работают у нас абсолютно все. Получает такой выпускник, получает 6-7 раз больше, чем выпускник в Киргизстане, а цены таки же, чтобы вы имели виду. Я вам расскажу основные специальности, которые любят иностранные студенты, которые любят поступать. Так во первых, много студентов из Киргизстана поступают на медицину. Вообще, самый известный университет, это Карлов университет, три самые сильные вузы входят в первых 150 мировых университетов, поэтому, если учите в Чехии, вы учите в бюджетном, но в хорошем качестве. Карлов университет, 104. место в мире, многие студенты поступают на медицину, видите, что тут три медицинские факультета, в общем, три четверти выпускников медицинских факультетов из Чехии сразу получают рабочее предложение со странией Германии, Швейцарии, Франции, почему? Потому что в диплом международный, вы просто себе сдаете языковый экзамен с английского языка, можете потом работать по всему миру. Даже Американцы у нас получают образование в Карлове университете на медицине. Мы вам готовы потом скинуть образце вступительных экзаменов, более требование и так далее, но реально поступить на медицину в Чехии. Учеба классная с тем, что у нас нет интернатуры, то есть стоматолог учится пять лет, остальные врачи учатся шесть лет и после этого обучения вы уже получаете разрешение нормальную работу как врач, потому что стажировка проходит во время обучения в университете. Потом, смотрите, есть, но факультет теологии вам не интересен, факультет гуманитарных наук, социальных наук очень хорошие поступления например на международные отношения или на психолога, студенты любят, что касается международных отношений, там конечно нужно знать хорошо два иностранных языка, с тем, что, почему все хотят на международные отношения, все же не могут работать как diplomатами, киргизское консульство нереозиновое, но объясню, почему, потому что если вы получаете это образование, вы получаете знание и навыки, как себя вести, знаете и на стране языка, и в больших крупных международных компаниях на верхушке неработают экономисты, работают люди с экономической с diplomом с международным отношением. Так, на журналистику в Карлов университете творческие экзамены три человека на место. Если не поступите, не победите двух во время экзамена, вы будете переподаваться в другие вузы, гарантия поступления есть. В средине есть факультет философии, так как киргизы знают много языков, то многие из них поступают на этот факультет, потому что там есть кафедра иниаз, кафедра иностранных языков. То есть, в мое время было нереально поступить на переводчик на английский язык или на китайский язык. На китайский язык в Чехии поступаете с гарантией без экзаменов, будет толком motivационный разговор. Если хотите на переводчика на английский язык, да два раунда вступительных экзаменов, но в Карлов университет, который старше, чем английский Oxford, два человека на место на английский язык. То есть, если не победите одного человека, вы можете переподаваться в десяти других университетов, которые предлагают эту специальность. То есть, не поступить на переводчика нереально. Понятно, что сложно в Чехии учиться, да, легче поступать из-за того, что demографический кризис, но сложно учиться, вы должны просто пахать. Многие не заканчивают учебу, объясню, с чем это связано. Вы бы к нам приезжаете, вам 17-18 лет, потом начинаете учебу, вам около 20-21 года, и вы уже хорошо зарабатываете, потому что студенты с первого курса, так как у нас не хватает специалистов, обычно где-то подрабатывают по своей будущей специальности, и тогда люди начинают чувствовать, что у них есть деньги больше, чем нужно на бедную студенческую жизнь, и некоторые именно мальчики, они лучше пойдут работать, бросают учебу и остаются без диплома. поэтому это подводный камень Чехии, что студентов в принципе хорошо. Так, если хотите в Чехии поступать на технические дисциплины, видите тут факультет физико-математики на IT, на всевозможное электрotechnичство, строительство, transportные факультеты, так далее. В Чехии поступают только с математики, при этом студентов мало, поэтому гарантия поступления есть. Карлов университет не имеет один кампус, так как росла Прага, росла две университеты, факультеты разброщены по всему городу, но Карлов 104. место в мире и этому вузу 850 лет, это четвертый пайсторий вуз в стране. Кто хочет поступать на экономические дисциплины, он поступает в Шеде, экономические университеты в Фраге, класс, я там вчера был на обеде, университет находится буквально 200 метров от нашего образовательного центра, от нашей языковой школы, въезде здают в этом университете английский язык и математику, толку на факультете международных отношений еще один иностранный язык. То есть английский язык и математика, в принципе иностранные студенты, если посмотреть среднестатистически, три раза лучше подготовлены на вступительные экзамены, чем студенты честкие, хочу этим сказать, чего студент боится, боится, что это другая сторона, понятно, боится, что не потянет по мозгам, без проблем не переживайте, у вас сохранилась советская системы образования, как на вас давит в школах, да, пресует, стрессует, вы очень много знаете, то есть вы по своим профильным предметам знаете больше, чем наше чешские дети, то есть на вступительных экзаменов, все в порядке. Единственное нужно, конечно, чешский язык. Так, я смотрю, а, global компас отвечает, отлично, продолжаем дальше. То есть английский язык и математика. Университет хорошая, в центре города, там есть банк для студентов, там есть помимо столовой ресторан для деловых встреч, потому что подразумевается, что вы утром учитесь, во второй половине дня вы работаете. Или наоборот, просто в Чехии принято, что студенты работают. Видите тут на фотографии, все как бы одеты в деловых костюмах, это понятно. Чехия, Прага, это финансовый центр Европы, один из центров, поэтому люди экономического направления быстро работают в какими-то международных компаниях. Действительно, я вам не вру, мне нравится предлагать учебу в Чехии, потому что я вижу, что у иностранных студентов получает это. Третий таковый сильный университет, это Ческий технический университет, ЧВУТ, а русский ЧТУ, самый высокопоставленный университет, который сотрудничает с американскими университетами, может быть, вы знаете, Ivy League, это самая топовая в Узии Америки, так далее, два из этих топовых в Узов Америки, закончили сотрудничество с ЧТУ, университетом. Если учитесь там, то вы себя будете чувствовать очень востребованные, потому что Чехия, прамищленная страна, очень много как ческих, так и зарубежных кампании, визу, подводный иностранных университет, университетом. То есть, вы платите за учебу, но с другой стороны, все вам красиво возвращается в зарплате, специалисты на заводе. Есть потом возможность учиться 100% на английском языке. В Чехии есть два университеты, которые имеют как ческую, так и американскую аккредитацию. Англио-американские университеты, Нью-Йоркский университет. Учеба там стоит 7-8 тысяч евро. Можем вам там помочь с оформлением. Так. То есть, это было в принципе по такой перспективе учебы у нас. Я говорю, смело могу всем посоветовать. Посмотрю, если там остались вопросы, на которые я бы смог ответить. А уже Global Компас ответит. Да, правда така, что нужно подаваться заранее, потому что сейчас будет шум, я находлюсь в школе и у нас тут в соботу утром проходит школа чешского языка для маленьких детей и настранцев. Потому что много и настранцев у нас учится, много и настранцев у нас работает лет, и эти взрослые люди они имеют детья и у нас учат чешскому языку. То есть, тут сейчас 10 минут будет шум, но надеюсь, что нам не будет мешать. Следующая часть презентации называется Гарави курси, то есть 909% из Киргизстана едет учиться язык. Вы, когда к нам едете, то до приезда в Чехию, вы, конечно, общаетесь с нашими представителями с Global Компасом, а когда вы приезжаете потом на курсы, то вас ведут помимо учителей, вас ведут кураторы. То есть, важная вещь, мы во время всех подготовительных курсов отвечаем полностью за все, являемся как бы вашими кураторами, запровождаем вас во время adaptации, во время первых шагов у нас в стране. То есть, мы хотим, чтобы вы в конце языковых курсов, в конце года, были полностью готовы к самостоятельной жизни в другой стране в Чешской Республике. Что касается языковых курсов, на рынке есть много языковых школь а староточным закручайте разговор, всегда обращайте слючен на Global Компас, потому что они высылают много студентов в Чехию, с тем, что никогда, пожалуйста, не покупайте нищего на интернету, можете ошибнуться. Дальше, во время коронавира государство разделило школы на две категории, на школы частные, там вы визу не получаете и на школе государственные, мы школа при государственном вузе, то есть мы идем в приоритете, и даже в самих сложных годах, когда был lockdown, наши студенты, большинство из них приехало. Сейчас все нормально, студенты учатся offline, все идут полным ходом, от шумка, что это наш, что, школа просто открыта, работаем, только на улицах, мы ходим в масках, я думаю, у вас тоже так. По поводу наших курсов, у нас самое большое количество учебных часов на рынке, важная вещь, студенты получают на наших курсах годовую студенческую визу, которая им позволяет во время учебы работать, ну а понятно, что когда приезжаете, мы тоже заботимся о вашем здоровье, то есть у вас страховка с тем, что в случае, что вы балете, наш куратор должен вас запроводить к врачу. То есть наши кураторы решают много вещей, а при том, что поговорю, но сейчас хочу поговорить о программе, которая называется Online Repetitor, что мы начали понимать? Мы начали понимать, что когда вы к нам приезжаете, вы же сдаете вступительные экзамены с профильных предметов. Одна вещь это учеба простого чешского языка. У нас учитесь сдает чешский язык а после вы учите с профильным предметом. Там кому нужна математика, математика, кому нужна история, история и так дальше. Ну а понятно, что в многих странах некоторые темы припадутся по другому и готовиться по другому, чем у нас. Поэтому Online Repetitor это программа, если вы регистрируетесь на наши курсы, мы вам дадим доступ к этой программе, вы туда заходите и вы можете пожалуй смотреть занятия на русском языке с основных тем по вашим профильным предметам, которые вам важны. То есть предположим хотите математику, заходите туда и там наш учител на русском языке говорит, к чему вы должны по математике готовиться и объяснять основные вещи. То есть это Online Repetitor возможности учиться с нами в точне 9. 10. 11. класса по профильной предметам на русском языке, с тем, что, когда приезжаете в Чехию, вам будет более понятна. по поводу стипендию, смотрите, если мы говорим о бюджете, то студент, который живет в Праге, он должен иметь каждый месяц в кармане 400-500 евро. Если учитесь в другом городе, то тогда на 100-150 евро меньше, там 350 евро будет месячный бюджет. Если вы получаете хорошие оценки в университете, то стипендиум за хорошие оценки покрывает где-то 70-80% ваших затрат. Лучше конечно работать, вы заработаете больше, чем вам нужно, но мы тоже дадим стипендиум. Мы дадим стипендиум самым хорошим студентам, которые поступают в престижный бюджет и там получают свою стипендиум за оценки. Мы как стипендиум благодарности им потом в течение второго курса каждый месяц дадим 100 евро. То есть у нас есть тоже стипендия благодарности. Основная вещь, с чего состоятся наши курсы помимо чешского языка и профильных предметов, это куратурская поддержка. Тут вы видите живые фотографии наших бывших студентов. Видите, что многие студенты не выглядят на 18 лет и нам важно, чтобы все получилось. То есть когда приезжаете, перед этим, когда приезжаете, мы понятно вам высылаем, что вам нужно с собой брать, какие документы с собой брать, что с собой не нужно брать. В обшагах на самом деле все есть. То есть в общежитии и в резиденциях не нужно ничего брать с собой. Но когда приезжаете, мы вас встречаем в аэропорту, поселиваем во прежитии, потом первую неделю показываем город, делаем студенческие проездные, показываем, где банк, где с почтой, после того, когда начинается учеба, разная спортивная и культурная программа. Смотрите на наши социальные сети, там очень много полезных информаций, полезных силов на разные вебинеры и так далее. Дальше. Наши кураторы решают все бытовые вопросы, решают проблемы со здоровьем и ясно, на наше, занимаемся профориентацией. То есть не только учебу языка а для того, чтобы иностранцы понимали, куда же будут потом в конце года подавать заявки. Так. Первый семестр у нас кончится на рождество, у нас есть католическое рождество, с тем, что студенты либо остаются едут например в Париж на каникулы или просто проводят каникулы в Праге или едут домой и вас вращаются около 10. января, когда начинают второго семестра. У нас очень мало каникул, сразу предупреждают. А в феврале вам уже нужно поднимать, куда будете подавать заявки. Поэтому мы приглашаем наших выпускников в школу, чтобы рассказали в яне учиться, если им нравится, ли не нравится. Приглашаем представители один четвертый раунд. у вас виза 31. августа. Поступление в юне идет. Второй столбик это название курсов. Кто еще не знает, куда будет поступать, берет просто универзальный гравой курс в Праге, перейти по профилу можете всегда. Второй курс это поступление на экономические специальности. Вы получаете в общем итоги 1100 учебных часов. Туда входит 600 часов ческого языка, 300 часов профильных предметов, там идет математика, основы экономии и английский язык. Зверху еще получаете 100 часов в терминологии и 100 часов английского языка. Английский язык всегда идет у нас с носителями языка. Это важно. Американцы, ли англичани. Третий курс это поступление в ЧВУТ на технические дисциплины, 600 часов ческого языка, 300 часов там идет математика и физика, или просто 300 часов математика, если вам физика не нужна, хватите например на IT, 100 часов терминологии, 100 часов английского языка. 100 академических часов в вас не нужно пугать, это 34 академические часа в неделю. Поступление в Карлов университет и на все гуманитарные дисциплины, то, что в себе включит 1100 учебных часов, тут входит 700 часов ческого языка, 200 часов профильных предметов, в зависимости от будущей специальности, 100 часов терминологии и 100 часов английского языка, плюс конечно везде включен онлайн repetitor. Интересной программой есть поступление на творческие специальности, режиссора, актерство, музыка, архитектура, дизайн. Если вы творческие люди рассматриваете вот это все, советую, скиньте глобал компасу, как рисуете или как вы поете, чтобы они нам это перекинули, мы это покажем у нас в университете и они просто скажут, если таланта хватает или нет, чтобы вы потом не тратили деньги на ветер. Но люди, которые приезжают из Средней Азии достаточно, как вы, как сказать, у них есть чувство для искусства, поэтому вы без проблем поступаете в творческие музыки Чехии. В такой курс входит 600 часов чесского языка, плюс 500 часов специальной подготовки с нашими специалистами. То есть например сейчас в субботу ребята ходят, у них есть 4 часа в субботу занятий, когда ходят по экскурсиям в галерии, в музея, потому что во время творческих экзаменов на это все обращают внимание. Понятно, что тоже туда входит подготовка по портфолио. Так, перед последним это ческий английский язык, то есть вы получаете 600 часов чесского языка или 500 часов, плюс 500 часов английского языка, то есть 600 плюс 500, вместо 1100 учебных часов плюс онлайн repetitor, это для тех, которые еще не знают, если будут учиться на чесском безплатном или на английском платном, или это просто для тех, которые знают, что один из профильных предметов, например, математика идет у вас супер и нужно чуть-чуть поучить английский язык с носителем языка. Ну а последний годовой курс это поступление на медицинские специальности, там получаете много часов язык у нас обучают наши преподаватели и преподаватели нашего партнерского уза а профильные предметы у нас преподавают например тут в этом случае в медицинском Карлов университете. То есть курсы стоят 5000 евро, курсы вы разбиваете на 4 этапа а плату курсов, то есть в начале платите толку 500 евро и падают тесна визу а остальные 3 этапа вы платите после получения визы при приезду в Чехию и в палавине гадовых курсов. Второй вариант как сэкономить это неучиться в Праге а учиться 70 километров от Праги час на летричке от Праги стоимость 3600 евро. Тут вы видите где праходит учоба. Учоба праходит в классном государственном университете 720 академических часов вам хватит выше крыше. Учоба в городе есть конечно возможность ехать не на год а есть возможность ехать на полгода. Это советую более взрослым студентам. 20% студентов это уже выпускники ваших университетов которые хотят в Европу на магистратуру или получите еще один бакалавр. То есть это возможность тут я бы предложил например семестровый курс 700 часов чесного чесного языка с января это для тех кто бы хотел через год потому что сейчас уже не успеет. 700 учебных часов 500 чесного языка 200 профильных предметов вам тоже будет хватит единственная если единственная вещь только 5 месяцев длится учеба то есть на adaptацию это мало. Так уже не шумно уже не шумно дети все спрятались в классах прошу прощения. Так я смотрю на час у нас осталось 15 минут по поводу о прежитии смотрите есть у нас много вариантов есть варианты которые находятся в центре Праги в истории Ческом есть хорошие варианты которые 100 метров от нас есть хорошие варианты которые на краине города видите 40 минут городским транспортом в Чехии очень удобный городской транспорт пятый самый хороший в мире то есть езди на городском транспорте в чем нормальное Дошово стоит 7 евро в месяц если мы говорим о бюджете в месяц с чего я сложил суму 400-500 евро в Праге и на 100-150 евро менше в другом городе половина этой суммы это всегда проживание можем вас поселить в комнату для днаво можете жить в блогичной системе то есть две комнаты в них четыре человека у них есть коридор и кухня потом у нас стоит приблизительно столько сколько вас почитайте сколько седает ваш ребенок умножить это может быть на 20% праздник 500 евро в месяц дорогой у нас интернет в телефоне 12-15 евро вот так есть у нас возможность поехать после девятого класса но я боюсь что таки желающий сейчас нет если есть могу дать потом личную консультацию есть у нас программа потом еще ехать и подтвердить диплом врача на территории Чехии то есть в случае что вы как раз заканчиваете медицинский университет в Киргизстане или в случае что вы уже взрослый опытный врач пожалуйста можете к нам ехать полгода вас будем учить ческому языку и готовить на экзамены и потом полгода вы проходите стажировку платную в больнице и потом получаете разрешение на то работать врачом на территории Чешской Республики Ну а последняя университет а потом литом мы организуем каникулы отличная каникуларная программа очень богатая у нас есть программа которая расписана день по дню на русском на чешском если запишите на курсе чешского до беда вы учите чешский язык или английский или немецкий выбираете заранее после беда очень много ну просто шикарных мероприятий полный лагер тут вы видите основные экскурсии есть возможность ехать летом на две недели к нам или на три или на весть месяц когда у нас вы увидите всю страну как будущий студент то есть мы вам показываем а прежитие резиденции универзитеты потом вы видите всю страну и Прагу и Чехию как обычный турист то есть за планированный отличный экскурсий по всем доступным чешском едите тут то же в Австрию едите то же в Германии едите в Париж в Дизнеланды кто ходит то есть обычному студенту из Киргистана едут на три недели не на две то мало а на три недели едем в Дрезден едем в Вену в Австрию все пароходы зоопарки шопинг парки аквапарки отдыхайте как крутые иностранцы так как и обычные чехи да то есть есть у нас турнир в международном шашлике то есть разные страны делают свой шашлик чехи тоже и потом в этом турнире как бы есть как сказать но опытные чешские повары которые говорят какой шашлик я думаю что я закончил как раз во время чтобы у нас были вопросы время на то ответить на ваши вопросы поэтому пожалуйста пишите тут вот как раз был вопрос по поводу того что сейчас в 11 классе учусь мне 17 лет можно ли сейчас поступать и я ответила что сейчас нужно уже приходить оформляться потому что очереди на визу как бы очень длинные и с каждым годом все сложнее и сложнее записаться на очередь потому что очень много желающих поехать в Чехию на учебу но вы наверное родим знать ситуацию лучше потому что у вас еще больше студентов которые встают на очередь да смотрите это просто смотрите да просто многие родители наслышаны что действительно учиться в Чехии хорошо и тогда спрос на обучение в Чехии каждым годом растет а консульство не разиновое поэтому первое правило для родителей обращайтесь на глобал компас чтобы вам рассказали узнавайте информацию у вас есть то всегда на пользу и просто университет вам отменит вступительные экзамены так как мы можем подать документы но легко я говорю после презентации в понедельник обращайтесь на жильдис на глобал компас и они вам потом уже все расскажут очень важно при подаче чтобы есть ребята которые по ошибке сами что-то начинают собирать а потом если отказ визы не дай бог то вы теряете время если вы к нам обращаетесь то мы четко все проверяем подаем вместе с вами готовим документы к интервью вас готовим потому что интервью это очень важная часть тоже этап вообще в визовом процессе когда вы будете подавать документы вам будут задавать вопросы по программе по вашей мотивации то есть мы готовим тоже вас к интервью это очень важно чтобы вы не допустили никакой ошибки потому что если вы вдруг подадите и вам откажут и вы просто потеряете время на следующую подачу вы уже не успеете подписывайте бумагу что в случае что ваш ребенок не дай бог попадает в больницу то мы можем получать от врача информацию стоимость программ были уже указаны вы видимо позже подключились они будут в слайдах презентации здесь у вас в слайде стоимость каникулярных программ мы все материалы спикеров загрузим в google drive в папочки вы можете потом оттуда скачать ссылки в google drive скинем в whatsapp группу поэтому пока не выходите из группы пожалуйста будьте пока на связи стоимость услуг у нас зависит от вашей программы на которую вы поступаете поэтому вы можете прийти или написать нам в whatsapp мы вам ответим на все вопросы стандартно в принципе у нас услуги от 100 евро и выше в зависимости какую программу выбирать потому что здесь есть и каникулярные и подготовительные и поступление в вузы то есть здесь есть разница смотря куда вы будете поступать и в каком сейчас возрасте на какую программу и когда у нас осталось всего 4 минутки до следующей презентации если у вас больше нет вопросов то можно будет уже спикера поблагодарить и отпустить спасибо вам большое я просто говорил быстро потому что презентация большая программа у нас много но надеюсь что вам было интересно обращайтесь к глобал компасу у них есть еще побольше информации спасибо до свидания спасибо вам большое родим за сегодняшнюю презентацию и до связи всего доброго а в чат мы сейчас кинем ссылку на следующую презентацию до скорой встречи снова спасибо 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 спасибо